уважаемые близнецы всем доброго времени суток вы на канале о котором не с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 29 июля по 4 августа включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как женщинам так и мужчинам я вас всех приглашаю к своему столу события этого периода мы просматриваем в общем расклад затрагивает фактически все самые важные сферы вашей жизни пока я подготавливаю колоду вы можете подумать о том что для вас на этот период наиболее важно значимо и загадать картам один вопрос желания карта которая достану самый последний ответит на загаданный вами вопрос но ее мы будем рассматривать последний думайте о своем желании просматривать мы будем и вашу личную жизнь и профессиональную сферу и финансовое поле в общем подведем итоги этой недели посмотрим что в скрытых факторах также в раскладе будет карта дополнительного совета или форс-мажора и продолжайте думать о своем вопросе кому нужно больше времени нажимаете на паузу а я приступаю к выкладке карт уважаемые близнецы все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение ваш расклад выпало пять старших арканов два из них я вижу в нижней линейке даже три карты также расклад начинается со старшего аркана луны и в дом ваших финансов тоже выпала карта старшего аркана смерти это может говорить о том что что-то нужно пересматривать по финансам по возможным тратам инвестициям любые манипуляции финансового характера в этом периоде нужно проводить крайне осторожно и осмотрительно так как расклад начинается с луны это может говорить о каких-то внутренних переживаниях личного характера связанного с семьей чем-то глубоко личным если говорить о женщинах это могут быть и какие-то ваши внутренние страхи и комплексы какая-то неуверенность себе может быть страхи того что кто-то вами манипулируют или кто-то вам говорит какую-то неправду страх быть непонятой или неуслышанной в чем-то те у кого живы матери эта карта может также показывать материнское влияние или может показывать влияние любой женщины из вашего рода из вашей семьи но возможно именно с этой женщиной связаны ваши переживания и страхи конечно по этой карте если говорить о каких-то серьезных важных задачах с понедельника лучше ничего не начинать эта карта может говорить о том что вы подвержены сменам настроения это что даже может накатывать волна некой депрессивности беспокойство нервозности но вы должны стараться эти состояния внутри себя контролировать и не слишком в них погружаться на входящие события выпла двойка жезлов эта карта все-таки говорит о том что жизнь вам дает какие-то варианты возможности это может касаться работы финансов это может касаться сотрудничества или партнерства касающегося других людей то есть здесь определенно есть выбор но вы торопитесь вы спешите что-то сделать быстрее возможно если какие-то вопросы вам сложно решить напрямую вы ищите какие-то обходные пути или варианты для многих из вас важно все то что происходит в вашей деловой сфере те кто работает но этот аркан может предполагать то что вы просматриваете для себя и подработку как дополнительные возможности для тех кто не работает это желание трудоустроиться найти что-то для себя интересное если вы хотите во что-то свои же собственные деньги инвестировать начать какой-то проект вы понимаете что нужно гораздо больше тех денег которые есть в наличии и по поводу этого вы можете с кем-то вести переговоры может быть вам нужна помощь спонсоров или просто чей-то совет касающийся финансов и ваших дальнейших таких действий но выбор у вас все-таки тут есть и эта карта уже больше показывает вашу активность нежели пассивность и предприимчивость во многих вопросах то есть долго подвисать вот в состояниях таких которых мы видели по луне вы не будете и не стоит этого делать в центр вашего расклада ваши кармические задачи выпала карта девятки монет эта карта говорит о том что стоит основное внимание в этом периоде обратить на финансовую сферу на деловую сферу если говорить о женщинах вам обязательно нужно себя хоть чем-то побаловать порадовать даже пусть это будет какая-то покупка пусть даже вы на что-то потратите деньги но вы себя должны порадовать в целом многих из вас эта карта показывает как людей успешных самодостаточных которые у других могут даже вызывать зависть или на вас могут смотреть с восхищением с вас могут брать пример вы показаны как человек который может далеко заглядывать в будущее или вы способны что-то прогнозировать по крайней мере то что касается вашей профессиональной сферы те кто работает это точно и за свою работу вы можете получать немалые деньги но при этом параллельно могут обсуждаться какие-то новые или дополнительные проекты тем более что рядышком выпала очень активная карта туза жезлов она может показывать какие-то ваши идеи идеи других людей и возможности с этим связаны может быть что-то долгое время вашей жизни не развивалось но все-таки в середине этой недели я вижу большое движение так как в дом ваших финансов выпала карта старшего аркана смерти она может говорить о том что у кого-то есть не выплаты может быть есть какие-то долги или кредиты или даже если у вас все в порядке абсолютно по вашим собственным счетам выплатам это может быть проблемы кого-то из ваших близких родовые проблемы которые может быть придется решать вам и вы вынуждены может быть на что-то тратится то есть это не те траты которые вы планируете а которые необходимо вынуждены конечно на этой неделе ни в коем разе не стоит оформлять новые кредитные линии не стоит куда-либо инвестировать крупные суммы денег потому что вы можете определенно рисковать но так как в центр вашего расклада выплат девятка монет она может говорить о том что даже те у кого с деньгами было не очень или вы не работаете вообще эта карта предвещает либо хорошие предложения либо финансовые поступления или и то и другое одновременно также если у вас есть что предложить другим людям по своему ресурсу рабочего характера предлагайте либо ваше знание либо какие-то ваши навыки либо какая-то ваша продукция будет востребована будет кому-то нужна и на внешний мир для вас выпали две женские карты это королева чаш и карта королевы мечей то здесь мы видим еще две женщины с которыми будет сотрудничество активное возможно одна из женщин это как ваша хорошая знакомая или родственница которая тоже пытается быть для вас чем-то полезной и есть еще одна женщина возможно с которой вы связаны какими-то официальными делами работы какими-то бумагами или документами по королеве мечей это может быть любое официальное лицо и та женщина может быть вам такие вопросы как раз помогает решать или в чем-то вас консультирует может быть вам такая консультация нужна будет это может касаться и вопросов здоровья элементарно здесь кому-то может быть понадобится даже просто психологическая поддержка потому что первой картой у нас выпадала луна вы очень интуитивны но вы как будто бы не слышите вы можете быть очень интуитивны но вы сомневаетесь в себе правильно ли вы что-то делаете или неправильно и здесь может быть вам нужен действительно чей-то совет если говорить о мужчинах-близнецах то на вашу жизнь может влиять как минимум две а то и три женские фигуры возможно одна из женщин с которой вы связаны работой финансами делами есть еще родственница может быть это какая-то подруга знакомая из внешнего мира которая может проявлять к вам интерес или дружелюбие и есть еще одна женщина тоже с которой вы можете быть связаны любыми официальными вопросами и с такой особой может быть вам предстоят какие-то разговоры когда вам нужно что-то оформить переоформить но это как что-то новое то чем непременно нужно заняться сразу же возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех кто работает и те кто не работает для тех кто при работе для вас выпла карта старшего аркана суда старший аркан уже говорит о многом во первых тут большая ответственность работе на вас кто-то возлагает большую ответственность и вы должны может следовать каким-то правилам потому что от вас могут зависеть другие люди ситуации события если вы работаете в коллективе в организации возможно есть какие-то проблемы которые начинаются где-то в верхушке вашего руководства есть какие-то сложности внутри рабочего характера но вам тут кто-то может помогать если вы кого-то об этой помощи или защите просите если вы работаете на себя это семейный бизнес также нужно что-то пересматривать эта карта может показывать любые официальные договора которые возможно стоит пересмотреть может показывать любые проверки или какие-то требования по суду официального характера которые должны быть соблюдены если например вы хотите одну работу поменять на другую тут тоже могут быть сложности потому что эта карта говорит о том что изначально вам нужно красиво уйти с этой работы заранее предупредить о том что вы уходите отработать нужное количество времени чтобы вы получили все выплаты хорошие рекомендации смогли перейти в другое место но для того чтобы перейти в другое место нужно еще и подготовить фундамент уже для последующей работы и тут тоже вам может понадобиться чья-то помощь если вы работаете сами на себя и от вас зависят другие люди которые может быть просят какой-то вашей помощи возможно вам стоит прислушаться к мнению общественности или тех людей с которыми вы в прямом контакте и может быть что-то вместе обсудить прийти к какому-то единому решению конечно эта карта высших сил и она говорит о том что вы должны обязательно верить в то что у вас что-то получится что будет удача то что будут возможности эта карта говорит о том что архангел гавриил приходит вам в помощь тогда когда вы в этой помощи нуждаетесь поэтому не теряйте веру для тех кто в поиске работы что нужно знать вам для вас выпала пятерка жезлов эта карта большой конкурентной борьбы и она может ну во первых говорить о том что на момент просмотра либо вы с кем-то в конфликте либо вас кто-то провоцирует на какие-то конфликты либо вы находитесь в какой-то нервной напряженной обстановке и в целом карта может говорить о том что если говорить о какой-то конкретной работе если у вас есть что-то в планах может быть большая конкуренция на место или кто-то вам может препятствовать в получении желаемого места да то есть но это могут быть любые помехи со стороны других людей которые вам нужно преодолеть для того чтобы трудоустроиться возьмем для вас также карту дополнительного совета эта карта восьмерки монет она говорит о том что работу вы найдете если вы хотите найти что-то стоящее хорошее то нужно немножко подождать но у вас будет не один вариант и даже не два и не три тут гораздо больше варианта вы еще будете выбирать и возможно для кого-то даже работа на дому также возможно совмещение работы и учебы при желании все вы сможете совместить все получится для тех кто на пенсии или вы по другим причинам дома что нужно знать вам для вас в область семерка жезлов эта карта тоже показывает определенную борьбу споры конфронтацию с кем-то может быть вы постоянно другим отстаиваете какие-то свои убеждения или кто-то к вам идет с какими-то претензиями вы вынуждены защищать свои интересы из-за финансов или из-за трат тут тоже у вас кем-то могут возникать споры и карта совета для вас карта туза чаш она говорит о том что есть человек который готов вам чем-то помочь это человек которого вы хорошо знаете это может быть родственник друг подруга любимый любимая эта карта может показывать любой творческий проект увлеченность каким-то процессом который вас может полностью захватывать и приносить вам положительные эмоции поэтому даже будучи дома или будучи на пенсии в вашей жизни может быть отдушина для кого-то эта карта даже может говорить о на личных отношениях которые вас могут волновать независимо от того сколько вам лет чья-то любовь чья-то дружба вам здесь гарантирована то что касается внешнего мира того чтобы вам что-то угрожало из внешнего мира я этого не вижу наоборот я вижу что есть женщина которая готова вас выслушать принять понять что-то подсказать и чем-то помочь возможно с этой женщиной вы будете встречаться в непринужденной обстановке на отдыхе за чашечкой чая или кофе или это будет какой-то приятный телефонный разговор но что-то вас возрадует или что-то вам придаст больше уверенности а конкретно это помощь исходит от женской особы те у кого есть долговые или кредитные обязательства несмотря на то что могут быть сложности с задачей в этом периоде закрывайте свои долги я вижу что закрыть в конечном итоге сможете даже если это проблема ваших близких тут тоже что-то будет решаться также по карте 13 старшего аркана вам нужно пересмотреть что-то в собственных тратах вы должны понимать что вы можете себе сейчас позволить что не можете или что вам не нужно вообще возможно раньше по этой карте такое чувство что вы тратили деньги куда-то не туда и вот эти моменты тоже нужно пересмотреть переходим в вашу личную жизнь начале те кто в паре для тех кто паре выпала карта королевы мечей и карта туза жезлов обе карты активные они могут говорить о том что в доме тоже есть какие-то споры может касающиеся каких-то документов официальных вопросов каких-то бумаг касающихся либо вас либо ваших близких либо может быть имущество это может касаться чего угодно и по этим моментам тоже что-то нужно решать уже сейчас уже на этой неделе и многие вещи вам нужно согласовывать со своим партнерами или партнершей но здесь есть слышимость хотя может быть вы порой спорите что-то громко обсуждаете каждый из вас может быть чем-то доказывать свою правоту но главное до чего-то договориться найти золотую середину и во многом вы друг друга способны дополнить может быть какие-то новшества которые вы запланировали в отношении дома могут быть в некоторых сложностях но все равно нужно что-то делать что-то начинать из задуманного и то что задумали все таки будет получаться переходим к нашим свободным близнецам и для наших свободных выпала карта пятерки чаш его старшего аркана дьявола и старшего аркана повешенного два старших аркана и две сложные карты они говорят о том что даже если вы с кем-то сейчас встречаетесь это отношения сложные отношения в которых есть зависимость вы себя чувствуете зависимыми от того человека который рядом вас что-то удручает вас что-то огорчает есть какие-то обиды на этого человека но в то же время вы боитесь этого человека потерять есть большая привязанность возможно эмоциональная но ощущение того что человек вас не слышит или не понимает или что-то делает так как удобно ему забывая каких-то ваших потребностях или о ваших душевных каких-то моментах мужчина подавляет женщину потому что все-таки карта дьявола эта карта мужских энергий если говорить о женщинах вы можете быть очень сексуальной привлекательной яркой личностью но либо вам кто-то внушил какие-то страхи либо это ваши собственные страхи того что что-то в вас не так отношения вроде бы есть их вроде бы нет потому что повешенные отношения подвисают они не развиваются так как нужно вы не испытываете эмоции радости или большого счастья тем более что впереди мы видим пятерку чаш обиды огорчения слезы но по дьяволу рядышком это еще может быть самообман лживые чувства лживая привязанность то есть явно рядом с вами не тот человек который вам нужен большая вероятность того что в этих отношениях есть кто-то еще и если вы заведомо находитесь в отношении с человеком несвободным вы это понимаете вам постоянно приходится ждать чего-то надеяться но развития нет и все равно третье лицо продолжает существовать даже если вы с кем-то только начинаете встречаться вы можете видеть или чувствовать то что общаясь с вами человек может общаться еще с кем-то то что касается бывших прошлых отношений если вы с кем-то расстались вы сердцем до сих пор не отпустили возможно вы надеетесь на встречу или на реанимацию тех отношений но повторюсь это лживые чувства лживые ощущения вам это не нужно доказать что-то партнеру доказать что-то себе не с этим человеком не в этих отношениях вам нужно идти дальше я все равно не вижу вас тем человеком с которым вы расстались это невозможно вскрытые факторы для вас выпла карта старшего аркана солнышко карта восьмерки жезлов и карта десятки мечей две очень яркие карты и одного солнышка вашем раскладе хватает для того чтобы что-то все-таки решилась благополучно и в плане финансов и в плане работы и в плане каких-то ваших внутренних переживаний потому что эта карта говорит о том что вы в какой-то момент воспряните духом вы как птица феникс возрождаетесь после может быть каких-то сложных жизненных моментов или болевых моментов и карта восьмерки жезлов предполагает дальнейшее движение то что на многие жизненные направления вам открывается зеленый свет тут очень много общения очень много разговоров это могут быть и какие-то существенные дороги поездки встречи карты могут показывать и развитие каких-то отношений важных в работе а для кого-то в личной жизни но десятка мечей может говорить о том что потом снова в какой-то момент у вас может быть ощущение того что вы снова движетесь не туда либо это какая-то ситуация прошлого под которой вам нужно будет все-таки подвести итог и на чем-то поставить жирную точку на завершение этого периода для вас выпала восьмерка чаш эта карта больше говорит о том что выходные дни не будет особого общения с кем-то видеться или общаться может быть вам даже захочется побыть одному или одной или как-то сменить обстановку захочется освободиться от привычной рутины ежедневной от ежедневного общения которое вам может поднадоесть концу недели поэтому если такие желания появятся то делайте так как вам подсказывает ваше сердце и ваша душа эта карта еще может говорить о том что вы сознательно может быть обдумываете то чтобы разорвать с кем-то отношения ну например с теми людьми или человеком который вам глубоко неприятен давайте посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора здесь мы видим короля жезлов карта очень активно яркая мы видим харизматичного мужчину и для мужчин и для женщин эта карта говорит о том что неожиданным образом проявится в вашей жизни мужское лицо возможно мужчина огненной стихии это может быть овен лев или стрелец по гороскопу но не обязательно это может быть любой темненький мужчина кори глаза зеленоглазый или даже огненно рыжий мужчина но с позитивом потому что этот мужчина вам либо чем-то поможет либо благодаря мужчине у вас будет выбор каких-то вариантов и возможностей с этим человеком вы что-то будете обсуждать этот человек вас будет заинтересован но вы также поможете ему реализовать какие-то его собственные идеи и давайте посмотрим также сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпла карта старшего органа башни пока эта карта дает ответ нет эта карта говорит о том что есть какие-то факторы которые будут создавать помехи и это то на что вам сложно влиять это могут быть люди события ситуации которые не вы контролируете о которой контролируют кто-то или что-то большая вероятность того что вы потом снова будете пытаться решить то что не получилось но на решение вашего вопроса будет отдаваться очень много сил и энергии давайте также возьмем дополнительно колоду ленорман и спросим что еще вам нужно знать на самое ближайшее время давайте посмотрим что я вижу по этим картам тут большая вероятность того что будут обсуждаться какие-то финансовые вопросы которые вас будут волновать беспокоить либо это какие-то внутри рабочие процессы но что-то решается вполне благополучно полюбовно тут может быть как целое собрание людей или группа людей 234 человека которые между собой пытаются что-то решить обсудить договориться но тут есть взаимопомощь с кем-то вы еще советуетесь и кто-то еще свыше либо вас заинтересован либо вам помогает если это рабочий процесс это может быть высшее руководство это может быть люди которые вам чем-то покровительствуют это может быть даже какой-то важный друг который тоже может вам создавать мощную протекцию или поддержку или также вы сами для кого-то такую поддержку окажете и я вижу что в чем-то ваши амбиции будут полностью удовлетворены потому что рядышком выпали две десятки десятка червей и десятка трев то есть возрадоваться каким-то моментом связанных с работой или с какими-то финансовыми вопросами карта звезд закрывает ряду этих карт это ваши надежды многие из которых поверьте вы сможете реализовать но на что-то нужно время самое главное чтобы вы не теряли веру по звездам это большие контакты связи людям с которыми вы имеете общение сейчас которыми имели общение раньше любые новые контакты которые могут появиться все эти связи вам могут быть полезны в будущем благодарю вас за просмотр и всем вам отличной недели пусть у вас получается все что вы для себя запланировали подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан ставьте лайки за проделанную работу оставляйте обратные комментарии и до следующей недели всем до свидания а